Друзья, сегодня мы находимся на презентации российских производителей дверей ProfiDos. Узнаем много нового и интересного. Смотрите дальше. Вопрос. Это когда я на тебя посмотрела, про решетку. Зачем мне нужна вентиляционная решетка? А, нет. Я не успела прочитать ответ. Ты скажи, тебе что, понравилось, Селина? Мне понравилось. Мне понравились вот эти фишки, про которые рассказывал молодой человек. Про усиление дверных коробок, про наполнение дверных коробок. То есть все вот эти технические моменты, которые дают преимущество перед остальным производителем. Мне только понравилось про то, что вот этот угол, который обычно в семерных складах, потом и двери не закрываются. Ребятки сделали алюминиевый каркас, что ли, а то ли что-то такое, да? Да, и покрытие правильное. То есть запатентовали несколько вариантов красок, да, своих. То есть это эксклюзивные варианты цветов. Второй раз я слышу про этот разнотон. Оно у вас часто бывает? У меня не встречалось, но я тоже слышу. Часто. Да. А если еще? Ну, тут. Тут. Это экошпон. Интересный дизайн в том плане, что элементы, облицованные экошпоном, стыкуются между собой. Разные формы, им присутствуют такой дизайн. Дверь. О, это мне что-то Япония напоминает. Что? Япония? Ну, или Китай. Да нет, сейчас много где перепременяют. Мистичных интерьеров, перепродки стеклянные. Главное, чтобы была формиатура направляющих хорошего. А, это типа вот. Потому что если она флюкленькая, тогда конструкция очень быстро может прийти в него. Вот. А железинные двери. Последние двери достаточно актуальны. Вариант в дизайнах. Тоже в интересном покрытии. Кроме трон. Разработан специально для нас. Как сказал мальчик. Так это тоже дверь. Встать. Ты же досмотрела на себя. Да. Да, это тоже. Видишь, она въезжает стену. Это вариант, который очень удобен при монтаже помещения, где недостаточно места для распахивания двери. Но эту систему вытолщают или провыше? Нет, добавляют гипсокартановый короб, туда встраивают вот эту систему. Визную. И образуется такой вариант. Вот. Препаратные двери, больше в классе. Я смотрю, вот эту вот мы пропустили. Это же у тебя в последнем этом было, да? Как вот, квартира брутала. Да. Друзья, все наши двери, они так же, как и стены, так же, как и потолок, покрыты декоративным покрытием, да? Имитация бетона, либо же травертина. На самом деле, очень брутальные классно смотрятся. Что хочу сказать по такому варианту дверей? Не очень хороший вариант, когда мы их красим вместе со стенами. Потому что вот этот профиль металлический, да, он делается на заводе. Когда нам дверь привозят на объект, нам нужно вот это все обклеивать, только после этого красить. Когда мы снимаем эту пленку, вид не очень эстетичный. То есть, ну, если присмотреться, как бы, видно, что этот край не совсем ровненький, где-то там точечки попадают, да? А когда мы заказываем параллу, окраску на заводе, и параллу окрашиваем стены, нам приезжают уже готовые в цвете двери Invisible, присмотрятся достойнее и аккуратнее. Вот. Лайфхак был. Здесь вот даже ее лежат. Ну, опять же, суть дверей Invisible – прятать их, ну, то есть, делать цельный вид со стеной, чтобы они не выделялись. Тут вот эта кромка светло-мутализированная, она как бы выделяется, и вся суть этих скрытых дверей, она, ну, теряется, как бы говоря. В данном случае я бы выкрасила, ну, либо в черном цвете заказать, да, все это дело, либо выкрашивать, опять же. На заводе не у всех производителей есть такая возможность выкрашивать тот цвет, профиль, который нам нужен. Потому что они, как стендарты, тут белые, черные, там, металли, молодые. А там вообще, я смотрю, забили просто. А там вообще забили. Почему профильдорс не оставил производителей? Самая детская причина. Не скажи пока. Почему компания профильдорс? Поскольку именно в 2024 году мы предлагаем не только двери различных вариантов исполнения, мы предлагаем готовые интерьерные решения, которые включаются как входные двери, пушкомнатные, перегородки, плинтуса, и всевозможную фурнитуру, и также стеновые панели. Камерный вопрос. Многие производители это делают. Кто? Давайте перечислим. Да, большинство производителей, которые работают на территории стран СНГ, могут предложить вам практически такой же ассортимент. Но именно у нас, именно у нас есть инновационное покрытие, которое может быть представлено только в салоне профильдорс. Такого покрытия вы не найдете абсолютно нигде, ни в одном городе стран СНГ. И мы ориентируемся именно на современный рынок, самое главное, с расчетом вперед. Поэтому любые серии коллекций, которые вы видите сейчас, они актуальны не только на сегодняшний день, но и через 5, через 10, через 20 лет. То есть, как я поняла, основные преимущества это технические решения? Да, технические решения, именно качество продукции и вариативность. Какая идея модель покрытия самым толстым с отношением к самым качествам? Самым популярным покрытием и, так скажем, трендом 2024-2025 года, это гладкие однополные покрытия, в составе которых есть та самая так называемая итальянская эмаль, которая сейчас, по сути, все охотятся. И это не стандартные интерьерные решения, это системы открывания, которые могут, так скажем, максимально увеличить полезное пространство в вашем помещении. И, конечно, самый главный тренд – это алюминиевые двери, которые полностью стоят из авиационного алюминия и используются племиальные стекла. Спасибо, Клятинка, за ответы, за семена, все было очень интересно. Сейчас мы у вас послушаем. Ну, вопрос у меня все-таки, вот эта штука. Почему? Институционный решет? Да, да, да. В самозлой? А, в самозлой? Тут 4 часа она принимает, не то, что пар, она уже течет. Поездные помещения, сокольные даже иногда требуют обязательных институционных решеток. То есть, зазора между полом при установке – это не достаточно, да? Ну, нет, ни кое случае. Поскольку тут используются двухословные силиконовые, они вообще герметизируют полностью проем, и как таковой технический зазор, который, по сути, не герметичен, в том числе. Ну, плюс автопороб еще нужно поставить, который при открытии двери у нас прячется внутри полотна, и там при закрытии он самолетает и закрывает в проем полностью, герметизирует в 100%. То есть, даже если он, допустим, очень часто такие варианты выбирает, кто-то там готовит еще принципиально, он выключает вытяжку, да? Не хочу еще и слышать, как весь подъезд, чтобы знал, что я готовлю блины с утра. И вот такого формата двери они герметизируют полностью в проем. То есть, у всех этих помещений даже не узнаете, что происходит. Это как дополнительная функция? Нет, это автоматная, в любой коробке, есть бумага, и сразу же станут в такой плате. Спасибо. Если было интересно, ставьте лайк, следите за нами, подписывайтесь и пишите комментарии.